Новый детский сад в Кировском районе на улице Ташкентской рядом с домом номер 184 достроят уже к концу года. Он сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Строительство типового двухэтажного садика началось весной этого года. Сейчас здание уже готово, осталось завершить внутренние работы, а затем и благоустроить прилегающую территорию. Ведется внутренняя отделка помещений, практически выполнена вся наружная инженерия, осталось только выполнить ввод тепла. Установлены оконные конструкции, как вы видели, с одной стороны уже оштукатурен и выкрашен фасад. Кипит работа и в Октябрьском районе. Первый корпус новой 26-й школы на 600 мест в этом году уже открыл свои двери для учеников. Сейчас возводят второй на 850 мест. Работы идут по нацпроекту образования. Здание состоит из пяти блоков, в одном из них разместится и дошкольное учреждение. На данном этапе рабочие занимаются системой отопления, электрикой, вентиляцией, внутренней отделкой и штукатурят стены. Здание должно быть готово к концу года, а учеников новый корпус примет уже в следующем сентябре. Район молодой, растущий, развивающийся, поэтому у нас очень много детей и потребность в детской инфраструктуре очень большая. В школу на пятой просеке первый корпус помог снизить накал страстей, который кипит на этой территории. Введение второго корпуса на 850 мест в следующем году еще больше позволит обеспечить ребят доступными местами прямо непосредственно в этом же микрорайоне. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Его возводят по нацпроекту «Демография». В учреждении рассчитано на 112 воспитанников, запланировано 21 ясельное место. Создадут также две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старый садик снесли и на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Из-за этого сроки ввода в эксплуатацию немного сдвинулись. Детский сад должны сдать до конца этого года.